Всем привет друзья с вами на связи рыбак Михаил и в этом видео я вам покажу как делать чистку которая рекомендуется делать ее раз в месяц а может быть и больше зависит от того сколько человек у вас семье или сколько много воды вы делаете с помощью аппарата и так в коробочке находим эти вещи этот резервуар зеленый берем два пакетика это ачит читрик называется на английском пишет точнее мы делаем чистку если конкретный мы делаем чистку электролизмный камер то есть этих пластин на в аппарате что делаем следующий шаг заходим в настройки у меня на английском это самый близкий близкий язык который для нас в настройке здесь внизу есть и есть такая функция и клининг называется что она делает она показывает пошагово что нужно сделать то есть шаг 1 шаг 2 вы сейчас все поймете вот нажимаем на и клининг здесь нас спрашивает и клининг и струкшен то есть чистка аппарата инструкции мы говорим да есть и показывает шаг номер один и еще один момент до того как начнем пожалуйста не путайте чистку ионизатора level a k8 который самый мощный новый в компании с чисткой ионизатора sd или sd 501 platinum то есть там идет совсем по-другому может быть я в дальнейшем сниму для вас такое видео здесь нам показывает первый шаг что нам нужно сделать налить в этот резервуар 400 миллилитров воды но я вам скажу сразу что чтобы вы не парились можете поставить сразу полный резервуар он рассчитан точно точно где-то на 400 миллилитров воды так что не парьтесь об этом что делаем первый шаг нам говорит чтобы мы поставили сюда два пакетика на этот аппарат электролизная камера очень и ну 8 пластин здесь и она больше чем у других аппаратов поэтому мы используем два пакетика на других аппаратов используется по одному а здесь мы будем использовать два пакетика так ставим аккуратно еще один и можем дать назад для того чтобы выбрать здесь поставим чистую воду 7 и 5 паж не 7 и 7 5 я извиняюсь 7 и 0 паж чистую воду поставим сюда полный резервуар так есть вот так закрываем его так хорошо закрыли и перемешиваем нам там станут что что нужно поставить эти пакетики вместе с 400 миллилитров вода и перемешать немножечко можно перемешать так чтобы разбавилось все после того как мы это сделаем нажимаем окей и нам показывает следующий шаг что мы делаем please insert the cleaning tank то есть что мы делаем следующий шаг вот сейчас я вам покажу снимаем здесь эту крышечку здесь снимаем этот резервуар который для другого дела и ставим этот наш зеленый который для чистки аппарата это минуту нужно перемешать чтобы разбавилось нормально все сейчас я вам по по ходу чистки как мы это делаем еще покажу то есть вернее расскажу о некоторых тоже важных моментов которые нужно лучше соблюдать поставили поставили крышку обратно нажимаем ok что нам говорит дальше дальше нужно нам снять ремонт за фильтром дистанте клинин картридж то есть здесь снимается эта крышка чуть-чуть вверх потом снимаем это это уже фильтр наш фильтр снимается таким образом здесь есть эта штука вот и я снимаю сначала так и потом аккуратно аккуратно фильтр вот и сейчас внимание вот здесь есть один сенсор который отвечает за то чтобы он считает сколько времени он работает и сколько литров воды он почистил потому он еще дает эту функцию что за 2-2 недели как нужно поменять этот фильтр аппарат сам это то есть этот сенсор сам это видеть и говорит вам поэтому здесь так и пишет чтобы вы были осторожны и лучше когда снимаете фильтр или что-то делаете с ним не трогать здесь это место потому что чтобы он не сбился это очень важный момент поставим его где-то на этой три часа делается чистка поэтому ставим его в сторону где никто его лучше не будет трогать и теперь находим это дело здесь говорит так install the cleaning картридж вот это называется на английском картридж на русском я вам говорю что реально я не знаю как но когда вы делаете будете будете делать впервые эту чистку на том картридже будет вот здесь эти черные резиночки их лучше снять потому что там уже они есть от фильтра понимаете и поэтому и вот они здесь вам не видно но вы когда будете делать сами самостоятельно вы их увидите и ставите вместо фильтра вот и обратно и это поставим ставим крышку обратно и это был шаг номер три потом идем дальше на шаг номер четыре что нам говорит нам говорит что мы вот на этом шланге его закрыли с помощью красного колбачка он у вас тоже будет вот такие колбачки у вас будут в коробочке поэтому вы их найдете они просто разного размера будут и запасные и разного размера вы найдете их и секундарь и секундарь и все сделали этот шаг это шаг номер четыре он показывает хорошо нажимаем ok сделали и шаг номер пять при старту биджин клининг нажимаем старт все и чистка началась здесь показывает время что осталось до конца чистки три часа поэтому нужно его не трогать вообще эти три часа потом когда закончится чистка до трех часов потом он покажет вам следующие шаги что нужно сделать я конечно поставлю видео на паузу и потом запишу дальше и расскажу вам что нужно делать дальше и так друзья давайте посмотрим сейчас у нас прошло три часа чистки нашего ионизатора смотрим на экран сразу выскакивает седьмой шаг здесь нам говорит please remove the cup from the secondary hose то есть вытаскиваем этот колпачок красный нам говорит вытащили нажимаем ok как его вытащили теперь нам говорит please remove the cleaning cartridge and install the filter то есть говорит пожалуйста снимите обратно картридж и поставьте фильтр назад напомним снимается вот так сначала вот это снимаем картридж так не забываем может быть эта резиночка чтобы не быть если выскочила вставьте ее обратно на ее место аккуратно так картридж нам не нужен и помним да берем фильтр я его оставил здесь его никто не трогал помним берем его чтобы не трогали этот сенсор и аккуратно ставим обратно на вот течет вода из него так аккуратно поставили закрепляем этой штукой оп есть и ставим крышку есть крышку поставили давай посмотрим что теперь дальше нажимаем окей это сделали так если бывает вот такое такой случай при чистке вот смотрите вот точно такой же случай был в прошлый раз что мы делаем в таком случае то есть тачскрин чего-то не не отвечает не реагирует вот выключаем его прям сразу с розетки выключились розетки немножко подождем и включаем обратно и смотрим пошло дальше девятый шаг так то есть снимаем просит нас снять эту крышку снимаем этот резервуар зеленый который для чистки и ставим обратно этот который вам расскажу уже в другом видео для чего это ставим крышку обратно и это сделали нажимаем окей десятый шаг нам говорит чтобы мы пустили водичку в наш аппарат run the water to rinse the machine так пускаем водичку и что говорит одиннадцатый шаг говорит что водичка должна сейчас поступать 300 секунд мы должны подождать 300 секунд пока произойдет можем полностью открыть наш кран и подождать 300 секунд чтобы все там нормально аккуратненько прочистилась ждем 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 итак друзья 300 секунд у нас прошло и и нам выскакивает уже смотрим двенадцатый шаг что нам говорит please turn out the water то есть отключаем воду все и вот у нас чистка ионизатора левела К8 закончилась можем дальше пользоваться нормально нашим ионизатором и пить живую прекрасную хорошую водичку если у вас есть какие-нибудь вопросы есть пожелания хотите больше информации мои контакты найдете под этим видео и пожалуйста еще один такой нюанс хотел вам рассказать я видел на других аппаратов SD501 или SD501 Platinum там снимается аппарат с розетки заметьте здесь аппарат не снимается пожалуйста вообще не путайте чистка этого ионизатора с этим этот совсем новый совсем по-другому делается поэтому смотрите внимательно видео и все пошагово делайте точно так же как я все у вас получится и меняйте свою водичку и у вас изменится своя жизнь всем пока до скорого